Продолжаем читать Верещагина и Шиня, начало теории множеств. Остановились на параграфе 1.4, который называется «Счетные множества» на странице 14, если кто будет долго искать. Итак, множество называется счетным, если оно равномощно множеству n натуральных чисел. То есть, если его можно представить в виде x0, x1, x2 и так далее. x0, x1, x2 и так далее. Напоминаем, что тут у нас натуральные числа начинаются с нуля. Где xe элемент, соответствующий числу i. Соответствие взаимно однозначно, так что все xe различны. Ну и добавляю, что весь их набор покрывает целиком все множество, которое мы рассматриваем. Значит, множество счетное, если можно его действительно целиком пересчитать. На каком-то шаге, для любого элемента на каком-то шаге он появится. Это я поясняю. Так, продолжаем читать. Например, множество целых чисел z счетно, так как целые числа можно расположить. Последовательность 0, минус 1. Ой, только 1 тут было. Ну ладно. А у нас будет минус 1, 1. 2, минус 2, 3, минус 3 и так далее. Вот. Ну, кстати, это уже было у нас в курсе принципов математического мышления. Вообще, вот этот вот параграф, он во многом пересекается с тем курсом, и я в некоторых случаях буду давать просто ссылки на тот курс, потому что нет нужды второй раз все повторять. Но пока читаем дальше. Теорема 2. Пункт а. Подмножество счетного множества, конечно или счетно. Б. Всякое бесконечное множество содержит счетное подмножество. В. Объединение конечного или счетного числа, конечных или счетных множеств, конечно или счетно. Доказательства пункта А Пусть Б под множество счетного множества А Так, сейчас вот здесь будет Пусть Б под множество счетного множества А Вот такого Вот, точка Выбросим из последовательности А0, А1 и так далее Те члены, которые не принадлежат Б Сохраняя порядок оставшихся Ну, например, вот это, вот это не принадлежит Это принадлежало бы, эти не принадлежали А3 принадлежит В общем, вот так выбрасываем Тогда оставшиеся члены образуют либо конечную последовательность Ну, это если вот сначала, начиная с какого-то все оказались выброшены Вот, но это происходит, да, когда Б конечна Да, так и пишет Шень с верещанином И тогда Б конечна Либо бесконечна, и тогда Б счетно Потому что мы просто по новой пересчитываем, да, по новой Это будет теперь нулевой, этот первый, второй Ну и так как их бесконечное количество, то, соответственно, на всех них хватило номеров натурального ряда Ну, то есть, на самом деле, вот это вот рассуждение, оно, это просто сверка часов Ну, как бы, вот математики это признают за верное правильное рассуждение Которое убеждает нас в том, что подножство счетно множество счетно Вот, ну вот, пока вы с ним не свыкнетесь, будет трудно двигаться дальше Б, пусть А бесконечно Мы, напоминаю, Б это всякое бесконечное множество, содержит счетное подмножество утверждения Итак, пусть А бесконечно Тогда оно не пусто и содержит некоторый элемент Б0 Вот, А бесконечно теперь, и есть какой-то Б0, принадлежащий А Дальше Будучи бесконечным, множество А не исчерпывается элементом Б0 Ну, иначе бы оно из одного элемента состояло, было бы конечным Возьмем какой-нибудь еще элемент, Б1, да Назовем еще, следующий элемент назовем Б1, другой, да Вот, и так далее Мы каждый раз можем добавить еще один Потому что, если элементы кончились, то, значит, и А было конечным, состояло только из этого списка Ну, а раз мы можем так сделать, то для любого натурального номера Это я уже сам доказываю, да Будет какой-то элемент взят, и это будет как раз счетная последовательность А Шень пишет Получится последовательность Б0, Б1 и так далее Я добавляю различных элементов множества А Построение не прервется ни на каком шаге, поскольку А бесконечно Теперь множество Б, которое состоит из всех них И будет исхомым счетным подмножеством А А неважно, счетные или нет, неизвестно А Б счетные Заметим, что Б вовсе не обязанно совпадать с А, даже если А счетно Вот это, кстати, тот прикол, да, о котором мы уже говорили Ну, вот эти целые числа, они образуют счетное множество Но таким вот боком я могу взять, таким макаром могу взять все натуральные Да, то есть вот идти только по натуральным Получу бесконечное подмножество, которое будет счетным подмножеством внутри целых чисел Но не исчерпывать все целые числа Вот так Так Пункт В Объединение конечного или счетного числа Конечных или счетных множеств Конечно или счетно Читаем Пусть имеется счетное число счетных множеств Ну, вот сразу переходит к случаю, когда их счетное число, да, видимо для остальных будет очевидно Потом Значит, перечисляем, да, их Расположим элементы каждого из них слева направо в последовательность То есть А0, это, значит, последовательность А0, 0, А0, 1 А0, 2, А0, 3 И так далее Вот Потом А1, это вот такая, да, то есть мы как бы то, что матрица называется на самом деле Ну, только она у нас бесконечная Вот, вот так вот Все наши подможества, да, располагаем Расположив элемент каждого из них слева направо в последовательность И поместив эти последствия друг под другом, получаем таблицу, да, вот такую таблицу Вот Эта таблица из счетного количества счетных множеств Дальше пошло Теперь эту таблицу можно развернуть в последовательность Например, проходя по очереди диагонали А0, 0 А0, 1 А1, 0 А2, 0 А тут А0, 2, ну ладно, у нас будет А2, 0 А1, 1, А0, 2 А0, 3 Ну так просто нагляднее Вот так Ушиня наоборот идут А, 0, 0 А, 0, 1 А, 1, 0 А, 0, 2 А, 1, 1 А, 2, 0 А, 0, 3 А, 1, 2 А, 2, 1 А, 3, 0 То есть у него как бы все время отсюда сюда А я по бустрофидону Так Если множество АИ не пересекались То мы получили искомое представление для их объединения То есть теперь объединение всех множеств АИ Счетно они все как бы перечислены элементами Если пересекались, то из построенной последствий надо выбросить повторение Ну правильно, теперь мы можем просто некоторые поудалять и перенумеровать по-другому Если множество конечное число или какие-то из множеств конечных То в этой конструкции части членов не будет Ну то есть например вот здесь все кончится Ну тогда опять же просто наше перечисление будет быстрее идти Если некоторые из этих списков кончаются раньше То действительно да, в этой последствии тоже мы будем пересекать ее через какие-то элементы Вот То в этой конструкции части членов не будет И останется либо конечное, либо счетное множество Ну тоже понятно, да То есть если все-таки всего конечное значит, было конечное, число конечных множеств, тогда будет и всего их конечное. А если либо счетное число конечных, либо конечное число счетных, да, вот, то тогда, да, то есть если хоть одно из них счетное, а не конечное, то уже точно будет бесконечное, а именно счетное. А если все они конечные, но их всего счетное, то тоже будет всего счетное. Вот, собственно, доказательство закончено. Так, 29. Это, видимо, задача, что ли? Да, 29 — это задача. Описанный проход по диагонали задает взаимодозначенное соответствие между множеством всех пар натуральных чисел и n. Любопытно, что это соответствие задается простой формулой. Многочленом второй степени с рациональными коэффициентами. Укажите этот многочлен. Опа! Опа! Что? Что? Многочлен от двух переменных, в который можно подставлять любые пары, и получатся разные целые числа? Второй степени от двух переменных. Я сразу, честно говоря, не соображу. Что-нибудь типа а на b плюс 1, что ли? Нет, ну это, наверное, вряд ли так. Я прямо сразу возьму и соображу. Один там перечисляет. Не, не знаю, так сразу не соображу. Ну, можно методом неопределенных коэффициентов его, наверное, решить. В общем, эта задача вам на дом. Я сразу так вот сходу ее решить не могу. Вот. А вы решайте. Тем самым вы, кстати, получите, наверное, и n на n на n на n и так далее. Тоже можно будет написать многочлен какой-то. Замечание. В доказательстве утверждения b теоремы 2 есть тонкий момент. На каждом шаге мы должны выбрать один из оставшихся элементов множества. Такие элементы есть, но у нас нет никакого правила, позволяющего такой выбор сделать. Такой выбор описать. При более формальном построении теории множеств тут нужно сослаться на специальную аксиому, называемую аксиомой выбора. Законность этой аксиомы вызвала большие споры в начале 20 века, но постепенно к ней привыкли. И эти споры сейчас почти не воспринимаются. В середине века великий логик Курт Гёдель доказал, что аксиому выбора нельзя опровергнуть, пользуясь остальными аксиомами теории множеств. А в 1960-е годы американский математик Пол Джон Коэн Дж, Коэн, я не знаю, кто он был, Джон или Джордж, доказал, что ее нельзя и вывести из остальных аксиом. Конечно, понимание этих утверждений требует подробного изложения теории множеств, как и аксиоматической теории. Чем все-таки в этой книге, слава богу, Саша Ашейн не занимается с Колей Верещагиным. Тридцатая задача. Между прочим, 29-я у меня обвинена в кружочек. Это значит, что когда-то лет 20 назад я ее решил. Ну, наверное, в общем, вряд ли. Вряд ли я был тогда глупее, чем сейчас. А может, я долго думал. Так, тридцатый тоже у меня в кружочке обвинена. Такой же тонкий момент, хотя и менее очевидный. Есть и в доказательстве утверждения В. Можете ли вы догадаться, где он? Вот в этой схеме. Ответ! А, вот ответ. Значит, я не решил, а прочел ответ. Мы знаем, что множество АИ счетное. То есть, что существует взаимнооднозначное соответствие между Н и АИ. А, ну да. Но нужно выбрать и фиксировать эти соответствия, прежде чем удастся построить соответствие между объединениями всех АИ и ЗН. То есть, существует, но можно ли его выбрать, да? Ну, это опять аксиома выбора, видимо. Я ее, на самом деле, гашу обычно, на нее как бы не реагирую, на аксиома выбора. Она есть, и бог с ней. Я рассуждаю так, как будто я к ней привык уже с самого детства. Ну вот. Дальше будут еще несколько примеров счетных множеств. Ну, это уже в другой раз. Так, до шестого.